Здарова, ребятки! Раклер снова с вами! И мы сегодня будем пробовать демоверсию игры Plan B Terraform. Это у нас такая некая стратегия, где мы будем пробовать терраформировать планету. Игра участвует в фестивале играм Быть в Steam. И на удивление, на удивление, в ней есть русский язык, что очень хорошо, что очень приятно. И давайте начинать пробовать новую планету. Имя планеты у нас будет... Ну, естественно, всё по классике, всё по классике. И Салюпарюм... Салюпарюм... Вот такая у нас будет планета называться. Подтвердить. Всё. Всё, чтобы она так и называлась. Загрузочки, загрузочки идут. Я стоял только трейлер, поэтому как чё здесь работает без понятия. Будем вместе с вами пробовать, будем вместе с вами смотреть. Окей. Ну, вроде бы как чё-то там интересно. Ваша компания получила право добывать ресурсы на недавно открытой планете. Вам нужно организовать снабжение городов и руководить проектами терраформирования. Удачи. Спасибо большое. Ууу. Какая у нас планета? Очень похоже на Марс. Что-то есть от Марса. Так. У нас даже есть у нас уже корабль. Нью Гуанчжоу. Это типа наш так город называется? Да точно, Новый Гуанчжоу, Новый Хьюстон. Нормально. Новый Риад какой-то здесь. Даже есть какие-то города. Нормально. Сначала попробуйте освоиться. Уменьшите, приблизите. Какой тут у нас получается небольшой библиотек? Выберите один объект железа с помощью левой кнопки мыши. Объект железа. Это какой? Город Нью Гуанчжоу. Города в необходимости нарушения ресурсами утилизации отхода с учетом их размера. Так. Вроде бы я тут. Моя морда сильно не мешает. Я ее, наверное, прям вот так вот в угол уберу. Потому что там только кнопочка с настройкой. Вроде бы как ничего. Да, важного здесь нет. Так что все хорошо. Так. У нас есть таймер наверху. Какое-то временное года. Тут у нас карта царелая. Наши планеты. Выберите объект железа. Мне предлагают. Это какой? О. О. Кстати. Как в этой фактории. Железо выглядит, да, типа ресурсов. Так. И что дальше? Выделить один объект. Выделить. Выделитель. И разместите его поверх объекта железа. Выделитель? О, точно. То есть нам нужно, типа, добытчик, да, поставить здесь в карьерный какой-то. Хорошо. Так. Постройте один склад и положите его на землю рядом с выделителем. Затем выберите железо в качестве предмета запаса депо. Конечно, перевод здесь топорный вообще прям. Ну да ладно. Главное, что он хоть какой-то есть. Нам, может быть, это тоже немножко жестя облегчит. Вот я сейчас, кстати, смотрите. Тут еще есть какая-то статистическая линия. Широта, долгота этой координаты. Высота над уровнем моря. Здесь даже какие-то моря есть. Температура минус 41. И, видимо, мы будем терраформировать и, соответственно, выравнивать климатические параметры. Постройте один склад. Где у нас? Завод я вижу. Склад. Вот. И положите его на землю рядом с выделителем. Хорошо. Затем выберите железо. Я выбрал. Качество предмета запаса депо. Ладно. Здесь хранятся контейнеры. Они поступают в ближайшее производство. Направляются к потребителям. Надо активировать, да? Так, пошла добыча. И склад у нас тут. А рядом это, типа, рядом это, прямо, типа, вот так рядом. Или как рядом? Как вращать, интересно. Вращать? Я не знаю. Ну, давайте построим прямо, типа, рядом-рядом. О! Смотрите, реально, отсюда поступает на среднюю клетку. Отсюда, видимо, будет поступать уже, да, вот сюда. То есть, будет между собой они соединяться. Постройте завод и разместите его на земле рядом с объектом склад. Типа, прямо, соседняя клеточка, да? Вот так вот. Стальной стержень из железа. О! Через двух складов сюда будет поступать. И выберет стальной стержень качества предмета запаса депо. Странный кривот, ну, ладно. Так, у нас пошло, пошло. Сейчас он, типа, произведется. И тогда, получается, наверное, у нас миссия выполнится. Или нам нужно теперь, как бы, чтобы и он и отсюда стержень пошел добывать? Или как? Ну, давай, допустим, стальной стержень. О, да, реально. Постройте один объект сборочный завод и разместите его на земле рядом с объектом склад. Сборочный завод, пожалуйста. Что я должен сделать? Откройте окно помощи. Это вот это? Угу. Так, передвигаться так. Ваша глобальная цель довести численность населения до одного миллиона. И терраформировать планету, сделав ее пригодной для жизни. Это именно типа в демоверсии или как? Потом. Выделители добывают минералы из земли и собирают их в контейнеры. На складах хранятся и отправляются на соседние клетки контейнеры с ресурсами. На заводах одни ресурсы превращаются в другие. И снова природового. Это все понятно. Так, хорошо. Открывает меню помощь паузы. Открывает графики температуры и давления. Общее население. У меня пока 9 человек живет, кстати. Дата 1 игровой день равен 1 секунде в реальном времени. В году 300 дней. Интерактивная карта мира. То есть получается, что это какая-то планета, которая даже вращается быстрее, чем наша земля. Показывают разные карты мира. Помолчат минералы, вода и районы богатого земледелия. Процент достижения цели на текущем уровне нажмите, чтобы посмотреть. Хорошо. Помощь транспорта. Постройте дороги. Две остановки. Выберите остановку для погрузки. Нажмите установить пункт назначения. Щелкните другую остановку. Выбрав груз для перевозки, вы можете добавлять и удалять грузовики. Кнопка минус и плюс. Железная дорога похожа на автомобильную, за исключением того, что на ней не может быть крутых поворотов. О, интересненько, кстати. Постройте связанные с городом центры снабжения и организуйте поставку нужных ресурсов. Выберите клетку. Блин, прикольно, что здесь так-то много всякого интересного вообще. Постройте объекты, выделите 10 штук и разместите их на земле. То есть мне нужно, смотрите, вот это что? Это сера. Давайте займемся, получается, добычей железа, да? Смотрите, я, наверное, построю склад. Вот здесь железо. И вокруг него построю вот так, чтобы они, типа, сюда добывали. Соответственно, здесь, наверное, тоже сделаю так же. Железо. Здесь раз, два. О, добывают. Все. А как мне, типа, сам конвейер организовать, чтобы, допустим, вот отсюда, сюда приехало? Здесь такого нельзя сделать? Или мне придется, типа, делать вот так, наверное, да? Стальной стержень. О, кстати, да. Так, теперь мне нужно сборочный... А, нет, подождите, здесь нужно сделать склад. Стальной стержень. И, соответственно, здесь сборочный завод, который будет производить, допустим, выделители вот эти же. То есть у меня вот есть запас был каких-то зданий. Теперь этот запас кончился. Мне придется их именно уже из ресурсов производить. Тут летают, что-то собирают. Угу. То есть здесь перемещается не конвейерами, а дронами, получается. Да, вот видите, дроны летают, что-то здесь... И вот у меня получается сколько? Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Ага. Давайте сделаем... Смотрите, вот здесь склад надо построить. Здесь раз, два, три, четыре, аж на пять можно будет сделать этих выделителей. Так, а эта штука у меня что строит? Выделитель. Окей. Мне, получается, нужно что-то, что будет производить сборочный завод. То есть я должен из сборочного завода произвести сборочный завод. Так, что ли? Или как? И здесь выделитель. Здесь выделитель. Может, я тогда поменяю на склад? Плюс производит склад. А оно вот произ... А, нет, оно, слушайте, хранится, да, здесь, на самом заводе. Новый Гуанчжо у меня есть. На всей планете живет всего лишь девять жителей. То есть в каждом... У меня три города, в каждом городе по три жителя. Нормально вообще? На всю планету охренеть можно. Ну как новый город? В той смысле. Городом-то это, конечно, не называют. Это просто шаттл, в котором экипаж живет. Ну да ладно, может быть, потом, может быть, нам, типа, мутить всякие... Именно жилые уже афтеки. Так, минус 58 градусов. Давайте посмотрим графики. Давление у нас никакого отчета тут нету. Температура средняя, вот, 2040. О, кстати, здесь какие-то еще даже календарные даты есть. Прикольно, прикольно. Так, окей. Уровень первый. Цель построить выделитель. Это для того, чтобы терраформировать, да, нашу планетку. Или можно вообще, смотрите, вот здесь построить. Железо, например, вот так вот делаю. И тут... Раз, два, три. Вот так вот выделить или наделать. Но единственное, что... Вот эту ячейку придется тогда не ставить. Мне же нужно будет сюда сделать завод, куда-то построить. Ты же правильно понимаешь? Так. Тут у нас вот месторождение. Тут у нас вода. Воды у нас еще нету. Но, соответственно, здесь спутник, так сказать, снимок карты. Окей. Что у меня тут вообще имеется-то? Что-то добывается? Сейчас подремедленно все делается. Что за дела? Что за дело? А зачем? Подожди, а я могу вот этот склад убрать? Он же бессмысленный, да, получается? О, у меня лишний склад появился. Я тогда его, наверное, поставлю вот здесь. Железо. В принципе, потом другие ресурсы попробую подобывать. Пока, блин. То, что мне надо, у меня тихонечку добывается. Так. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне нужно еще два. Почему так медленно? Ну, этот, три железа добывает. Сколько это добывает годовое производство? Пятнадцать в год. Это мало. Может быть, тогда здесь перепрофилировать на выделители, а здесь перепрофилировать на склады. Склады, они типа, их меньше надо. Выделителей побольше надо. Поэтому пусть создают лучше вот эти вот экскаваторы. Так, так, что-то тут производится. Процесс идет. То есть, это именно даже не здание, это просто как площадка для грузов. Я только сейчас это понял. Мм. Интересненько, интересненько. Так, хорошо. Ну, что, они построят, нет? Годовое производство двенадцать. Угу. Ну, блин, слушайте, медленно. Надо побыстрее скорость сделать, а то такими темпами я буду до скончания времен всем этим заниматься. У меня даже есть еще один завод. Я даже могу построить еще один завод. Я как раз его поставлю. А я, если вот здесь поставлю... Ага. Не, нифига. Жалко, что нельзя вот, типа, пути назначать. Да? Да, это как-то жалко. Ладно, окей. Но я теперь не могу сборочный завод поставить. И, допустим, вот здесь вот они прутьев сейчас наделают, остальных. Он же их отсюда не сможет увезти, например, сюда. Нужны какие-то логистические цепочки. Там, по идее, типа, как транспорт, да, какой-то организуется. Но я вот не знаю, когда он у нас появится. Во, здесь прям вообще мега добыча пошла. Цель. Построите объект завод пять штук и разместите их на земле. Делайте механические детали из стали на заводах. Ладно. То есть я могу теперь на сборочном заводе собирать заводы, да? Да, точно. Давайте соберем сборочный завод. Так, что мне здесь надо? Просто завод. У меня есть три штуки из пяти. Ладно. Отсюда, короче, сюда. Здесь у меня выделитель. Я, наверное, сделаю вот так вот. Подожди. Вот так и вот так. И, соответственно, здесь обычный завод вот сейчас произведется. Парочка сборочных сделается. Подожди. Требуются механические детали. Ага. А, если сборочный, если просто завод, механические детали. А здесь вот. О, он, получается, сам же потребляет эти прутья. То есть мне нужно строить логистическую цепочку. Должна быть такая, типа, что я делаю прутья, потом делаю, получается, детали. И потом с этих деталей уже на сам завод вот сюда должны будут... Я понял. Я понял. Так, здесь, получается, я делаю стержни. Потом здесь я должен буду детали делать. И потом еще один завод, который будет производить какие-то конструкции. Если я все правильно понимаю. Ага. То есть он хочет склад, который, типа, будет... Детали, да, вот эти? Да. Во, во, во. Ага. Я понял. Так, вот он сейчас их все произведет. Все, что сможет. Короче, здесь уже все нарушено, вся цепочка. Понятно, понятно. Вот, мне нужен был просто еще один завод. Вот еще один завод. Вот сюда я его сейчас поставлю. Здесь механические детали делаются. Обязательно нужен склад, да? Я понял. Так, стальной стержень. Здесь механические детали. И теперь мне нужен, короче, сборочный завод, который будет производить там, соответственно, уже сами здания. Угу. Хорошо. Хорошо. Соответственно, здесь что я могу делать? Ну, давайте строить выделители, например. Так, здесь у нас тоже завод. Мы будем здесь делать тоже стержни. Делить численность населения в главном городе до 10. Постройте центр снабжения рядом с городом. Поставьте, поставьте в него ресурсы, необходимые для развития города. О, вот, появились у меня дороги, кстати. Окей. Центр снабжения снабжает города необходимыми для роста ресурсами. Где я могу их сделать? Так, здесь у меня, получается, делаются механические детали. Мне нужно, знаете что? Вот такой сборочный завод один. Мне нужно здесь его произвести. Так, наверное, это будет как-то так. Ой, блядь! Ошибка. Так, вот так вот, по идее. Здесь у нас будет механические детали. Так, 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 так. Мне кажется, чтобы хотя бы один произвелся. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ага, произвел. Все, отлично. Сюда его в цепочку. Включаем. Центр снабжения надо построить один. Здесь у нас, соответственно, будет склад. Немножко странно, что для каждого типа ресурса нужен специальный еще склад. Где все будет лежать. Почему они типа от завода к заводу не могут перемещать? Немножко это странно. Ну да ладно. Давайте попробуем сделать что? Ага, нужен бетон. Серьезно? Так, грузовик. Вот, механические детали, кстати. Можно сделать грузовик. И сюда, соответственно, склад, да, для грузовика. Нет. О, прикиньте, здесь не нужен для грузовика склад. А как он тогда получается? Вот он произведет его и что? А как бетон делать? Мне же теперь сейчас получается надо бетон сделать. Бетон делается где и из чего? Бетон. Для этого нужна сера. Ага. То есть мне, получается, нужны вот эти экстракторы. Так, ставим склад. Серый. Здесь ставим вот так вот экстракторы. Потом, соответственно, мне нужен завод. Так, здесь что? Это делает склады. Мне не нравится, как здесь организована цепочка. Так, смотрите. Мы, получается, берем завод. Да, на нем мы делаем стальной стержень. Потом мне нужен склад. Этот стальной стержень мы сюда складируем. Потом мне нужен еще один завод, чтобы он делал механические, соответственно, детали. Потому что на обычном сборочном заводе я могу из прутьев делать только склад и вот это, да. Все остальное делается уже из других вещей. Так. Куча грузовиков производится, но я не понимаю, куда они идут. Вот он произвелся и все. Тут даже, как бы, нет, типа, здания, где бы можно было, ну, их заказывать. Мне нужен центр снабжения. Так. Что мне нужно? Мне нужен завод. Я строю завод? Сборочный завод. Вот, есть. Для этого здесь мне нужен... Так, здесь я строю выделители. Хорошо, пусть здесь идут выделители. А вот здесь мне надо тогда построить еще один завод, чтобы он делал детали, чтобы мне делать там еще какие-то новые здания. Так, сборочный есть. Давайте обычный завод построим. Нужна куча обычных заводов. Так. Так, сюда, естественно, склад. Для остального стержня. Пусть складирует. Окей. Вот, теперь сюда завод для деталей. Окей. Пусть будет так. И, соответственно, здесь у нас будет вот так вот. И сборочный завод, который будет производить что? Это оно, которое будет производить сборочные заводы, да? У нас есть завод по производству Выделителей, есть завод по производству Складов, есть завод по производству Сборочных заводов, есть завод по производству Заводов Да Отлично В принципе с этим у нас Теперь с наполнением здесь проблем Теперь нет, теперь мне что надо Здесь соответственно я беру завод Вот так вот Производство бетона Бетон будет складироваться у нас сюда окей и мне теперь нужен сборочный завод который будет производить центр снабжения все верно все верно еще не нужен завод который будет производить дороги но я наверное думаю что это я сейчас один создам ну ладно два штуки окей на всякий случай создан две штуки то есть соответственно здесь наверное у меня и будет машины там и хранится давайте двух штук дождемся мне кажется что все таки можно наверно вот сюда вниз переместить просто здесь пока важной информации никакой не наблюдалось а какие теперь здесь делаем дорогу обычную дорогу на этом заводе так что наверное еще можно еще что-то такое да может замутить вас 30 здесь прям вот прям вот так это же сера раз два три 4 важно вот так вот пять штук пусть будет тесно здесь мы ставим завод который делает бетон этот бетон мы складируем сюда потом здесь у нас склад тонн я сделал и мне нужен еще один сборочный завод который будет производить мне вот остановки например окей теперь мне нужен еще один металлический кстати завод который будет знать что не производить правильно грузовики я соответственно сделаю его для грузовиков раз два три четыре здесь вот так вот так завод производит значит стальные стержни стальные стержни у нас складируются здесь потом здесь мы берем еще один завод который будет производить механические детали механические детали будут храниться здесь и потом это все летит на сборочный завод вот сюда тут мы производим грузовики вот такая компактная получилась у нас цепочка это очень хорошо грузовики соответственно должны появиться у меня я даже не знаю где ну давайте наш новый гуанчжоу построим здесь например кей и например я не знаю даже где ну давайте построим где-нибудь здесь снабжает города необходимыми для роста ресурсами я вот так единственно немного не понимаю как это все теперь работает но допустим дорога остановка что дает на остановку грузовики останавливаться для погрузки контейнера со склада или их разгрузки на склад только одна линия на остановку то есть получается я должен возле склада строить остановку так что ли так ну давайте наверно тогда знаете как сделаем пусть будет допустим склад здесь чем я не знаю с чем что городу вообще надо типа еда или или вот что вот новый гуанчжоу город необходимо снабжение ресурсов и интеллизации отходов с учетом их размера я вот этого вот не понимаю ну допустим железо и что остановка допустим здесь и строю дорогу например это типа на количество у меня моих клеточек да и допустим вот если я просто добываю железо то мне надо например вот вот сюда вот остановка например вот здесь я отсюда типа вот я конечно не знаю как правильно все работает посмотреть пока добывается надо посмотреть в инструкции где-то здесь было где-то здесь было вот поста постройте дороги и две остановки выберите остановку для погрузки нажмите установить пункт назначения и щелкните другую остановку для разгрузки то есть получается здесь у нас пункт отправления пункт назначения выбираем вот это мне надо только соединить сначала все это добро так медленно производится у меня дороги очень медленно пока короче пусть производится вот это только получается ездить зачем поставил снабжает ну это получается центр снабжения это именно для городов здания насколько я понимаю пункт назначения непонятно снабжение недостаточно бетоном то есть их нужно снабжать бетоном город ладно тогда здесь выбираем бетон а здесь тогда получается мне надо построить не сюда а вот сюда то есть здесь я давайте создам просто для просто производства бетона тогда уж было так бетон и вот сюда склад бетон остановку ставим здесь и дорогу отсюда уже протягиваем так вот немножко вот так вот немножко по прямой вот так активно а почти почти соединилась почти соединилась чуть-чуть осталось совсем так давай давай родимая производить потоку сейчас заменил что здесь планета типа вращается пока ночи не было в итоге еще или мне показалось так ну давай давай грузовички интересно когда поедут ну вот же вот же чуть-чуть чуть-чуть давай 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 сколько здесь надо почему не пишет сколько это требует давай 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 я хочу я хочу я хочу 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 чтобы была дорога быстрее Это девять только вот столько, да? Серьезно? Здесь где-то еще десять. Мама, быстрее. Вот, давайте на три сделаем ускорение. Десятый год уже. Десять лет прошло, представляете? Я за десять лет только организовал добычу ресурсов. Построил дорогу. И... что? Пункт назначения. Пункт назначения. Этот. Пункт отправления. Вот этот. Подожди, пункт отправления. Или что? На остановку грузовики останавливаются для погрузки контейнеров со склада или их разгрузки на склад. Только одна линия на остановку. Выбрать. Ну вот. Пункт отправления. Почему он сюда не выбирает? Подожди, не понял. Ммм... Еще раз. Где у меня была дорога? Вот. Постройте дороги и две остановки. Выберите остановку для погрузки. Это правая. Загрузка. Нажмите остановить пункт назначения. Странно. Здесь перепутаны эти, что ли? Переводы или как? Не понимаю. О. Вот. Так. Пункт... Вот этот. Подожди. А, вот эта остановка эта? Да. А эта остановка вот эта. Все. Теперь, по идее, типа должно работать. Но где взять грузовики? Я же их надел миллиард. Что, работает? Дорога-то? Моя. Работает? Или не работает? Что так лагает? Вы что? ПС вообще жестко падает. Я не понимаю. Смотрите. Вот я выбираю остановку. Жмую ей вот это выбрать. Вот. Ну и... А, подожди, подожди. А-а-а. Серьезно? Так работает? Это очень странно. А, ладно. Бетон. То есть теперь я настроил маршрут. Вот. На дорогу навожу. Здесь написано, что бетон, количество грузовиков один. Доступно лицо 8. Давайте сделаем 10 штук сюда. И что, где грузовики? Вот они, прикиньте, грузовики. Опа. Загрузились. Поехали. Хорошо, я понял. Прикольно. Поехали, поехали грузовички. Значит, ждем, когда они доедут и привезут бетона. У меня же в этом миссии. Так. Или у меня, типа, все. У меня теперь только уровни, да, вот эти остались. Ну, короче, мне нужно, типа, снабдить бетоном город. Ду-ду-ду-ду. Где мой грузовичок? Где грузовики? Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они. Мяу. Опа. Где остальные? Мяу. Вот она. И еще пачка. Зжу. 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 Все, загрузились, загрузились, загрузились. Бетончик, снабжение просто перфект. Идеально, отлично. Дальше-то что? Или один пункт снабжения на один этот. Эээ. В том, есть один бетон. Дальше-то что делать? Или это все, что есть в демо-версии? Я не понимаю. Пока не понимаю. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Здесь, в принципе, у меня все более-менее. Может быть, нужно еще один пункт снабжения построить? Давайте попробуем. Еще один просто рядом построю. О, пошел, пошел рост городов, прикинь. Пункт снабжения. Нет, слушайте, тоже бетон. Но так как у меня снабжение хорошо, видимо, просто надо ждать чуть-чуть чего-то. А, ну вот, смотрите, дорога-да. Вот сейчас он типа до этого. Или что? А, численность населения. Так, уже, уже 10. У меня уже 14. Или это по всей планете? Это по всей планете. Население 8 в состоянии снижения 0. Снабжения города недостаточно. Не хватает ему бетона, прикиньте. Может, мне тогда надо здесь просто... Ну, давайте сделаю 20 грузовиков. Типа, они пока едут, у меня уже все кончается, да? Давайте... Вот два... Вот у меня получилось такое рейс. То есть, типа, вот эти едут на этом окончании пути, а эти в начале пути. Получается, что эти пока заберут груз, а эти уже приедут. И будут вот такой, типа, нескончаемый двойной рейс. Короче, прикольно. По идее, поставки должны быть непрерывные. Так. Так, рост города хорошо. О, ветряки пошли. Отлично. Накручать им бетоном, они, типа, сейчас строят. То, что у них есть. Цель. Доведить численности с линией до 100. Крупным городам нужны новые ресурсы. Что же нужно? Нужен... Это что такое? Крупы какие-то. Так, окей. Давайте... Одна остановка на один путь, да, здесь идёт? Ну, давайте тогда, получается, остановку сделаем сюда. Здесь тогда у нас будет склад с... Подожди, а как мне в центр снабжения-то? Не-не-не-не, что это такое херня? Мне надо, чтобы... А я могу здесь сделать остановку? Да, могу. Получается... Так. И мне нужны какие-то трубы, да, чтобы были. А трубы я могу производить... Здесь у меня что производится? Грузовики. Где это вообще, в принципе, всё делается? Алюминиевый стержень. Так. А сборочный цех. Это вот этот сборочный цех? Нет, это завод. Вот сборочный завод. Атмосферный выделитель. Что? Выделяет кислород О2 и углерод С из воздуха. Производит их. Пока хотя бы одна очередь производства не полна. О, прикольно. То есть теперь я могу атмосферу терраформировать. Отлично. Башня-указатель. Отображает введённый игроком текст в главном окне и на миникарте. Её можно использовать для быстрого поиска своих промышленных зон. О. Хорошая штука. Так, а чё? На самом заводе-то. Какие-то трубы? А что это за трубы? Где они делаются? Я вот что-то пока не понял. Так, давайте попробуем здесь тогда производить атмосферный выделитель. Нехнические детали плюс алюминиевый стержень мне нужен. Получается, мне нужно новую цепочку организовать. Проще будет новую цепочку организовать. Смотрите, ставим, получается, сюда склад с железом. О, ещё можно уголь теперь добывать. А вот это что такое? А, кислород нужен городам. Я понял. Всё, хорошо. Так, ставим железо, смотрите, да? Получается, здесь теперь ставим добытчики. Берём завод обычный. Делаем... Алюминиевая руда нужна. Не понял. Алюминиевая руда у меня где? Вот это, да? Это флюорид какой-то. Окей. А зачем я тогда делаю вот это новое производство? Так. Старный стержень. Что я хочу здесь производить? Допустим... Механические детали. Ну, допустим, не знаю, зачем мне это опять надо. Ну, да ладно. Так, сборочный завод. Здесь будет собирать... Так, вот, механические детали. Мне, короче, смотрите, нужно, получается, здесь... Вот я произвожу механические детали. Здесь, да? Мне их отсюда... Нужно увезти там, где у меня будет алюминиевый, типа, завод производится, чтобы, типа, состыковать производство-то. Вот это что такое? Флюорид. Флюоридовая руда у нас получается... Алюминий получается из неё, да? Или как? Нет, нужна прям алюминиевая руда. Где её взять? Вот это что такое? Это же всё сера. Это сера. Это у нас флюорид. Окей. Как выглядит алюминий? Новый хьюст. Вот он алюминий. Да. Окей, теперь, значит, смотрите, делаем тогда так. Ой, он туда нажал. Берём склад. Ну, давайте вот здесь его поставим. Алюминиевая руда. Здесь ставим добытчики. Хорошо. Теперь мы здесь делаем завод. Он делает у нас алюминиевый стержень. Окей. Алюминиевый стержень мы складируем сюда. Окей. Теперь мне нужен завод, который будет делать что? Ага, всё, это уже конечное производство. Значит, нужен сборочный завод, который будет делать что? Будет делать атмосферный выделитель. Вот. А теперь мне нужно, получается, здесь, смотрите, склад вот сюда. Для механических деталей. Да? Да. Теперь я здесь ставлю... Вот здесь ставлю остановку. И... Где у меня ещё производство? Вот здесь. Остановку ставлю вот здесь. Теперь мне нужно построить отсюда дорогу. Они же могут пересекаться? Могут. О, прикольно. Даже развилки есть. Ох, мать. Дорогу сюда. Теперь, получается, здесь пункт назначения. И не наоборот. Пункт отправления. Так. Так, 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 так. Ведём, 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 ведём. Во. Я механические детали поставляю. Сколько машин? Давайте, здесь у нас будет тоже 20 автомобилей. Пусть механические детали везут сюда. Соответственно, здесь у нас они... Сейчас он будет производить. И здесь мы ставим склад. Вот так вот. Для... Для чего? Кто я здесь вообще произвожу-то? Ох, блядь, сборочный завод. Асферный выделитель я здесь произвожу. Мне, получается, здесь даже склад не нужен. Всё, механические детали сейчас приедут. Блин, здесь так карта... Это... Приближения вот не хватает чуть-чуть... Чуть-чуть бы ещё можно было бы отдалить. Было бы хорошо. Так, вот они едут. Едут, едут. Оп. Всё, загрузили. Всё, пошла, пошла жара. Теперь... Вот. Посверлим выделитель. Соответственно, если я поставлю его вообще прям с городом, например. О, здесь даже склады, прикиньте, переполнились. А, давайте тогда вот так вот сделаем. Бетон. Бам-бам-бам-бам-бам. Всё. Будет два склада таких рономерных. Здесь, получается, мне не нужна... Мне нужно здесь, наверное, просто склад, наверное, вот так вот поставить, скорее всего. СО2. Атмосферный выделитель где? Вот он. Я делаю вот так. Он производит уголь. Серьёзно, он ещё и уголь производит. О, реально, прикиньте. То есть он из атмосферы высасывает, получается, СО2. И делает из него... Из углерода делает уголь. И, соответственно, разделяет СО2, молекулу, на углерод и на кислород. Прикольно. Снабжение города у меня хорошее. Хорошо. Хорошо. Так, теперь умножить по 100 жителей, да? Башня-указатель, атмосферный выделитель. В принципе, всё идёт отлично. А где-то вот эти такие башни-указатели... Где их брать? Я вот этого не понял. Их сделать-то можно, а где они строятся, здесь, непонятно. Вот он, всасывается в себя. Ну, а уголь у нас потом где-нибудь как-нибудь... Если нужен будет уголь, мы его просто сюда вот так вот, грузовиком сделаем остановочку и всё. Так, так. О, город разрастается. Прикольно, прикольно. Очень хорошо растёт. Замечательно. Новый Гуанчжо у нас. Единственное, непонятно, как быстро, типа, делается... Можно, наверное, даже, знаете, что... Наверное, надо ещё один поставить. Наверное, сюда поставлю. Так, склад. Интересно, если здесь он угля переполнит, или куда он будет его девать? Попробую для этого не делать склад угольный. Посмотрим, куда он будет его девать. Скорее всего, он просто переполнится, и потом скажет, остановится производство, да? Попроверим. Максимум, да. Ну, нет, он продолжает делать кислород, просто уголь не складирует больше, то есть он исчезает. Кислород делается довольно медленно, поэтому нужно, наверное, ещё один построить. Так, смотрите, мне нужно, наверное, сделать вот такую штуку здесь. И здесь построить... Так, вот так, наверное. Здесь склад. Почему склады не производятся? У меня склады не производятся, вы что, охренели? Я же их ставил на производство. Здесь всё добыли. Я понял. Тогда, наверное, делаем... Ну, наверное, вот эту всю цепочку сейчас здесь уберём. О, прикиньте, достиг, короче, сотки жителей, и всё, это, типа, конец, короче, данной версии. У нас как раз и время в целом более-менее неплохо вышло. Ну что, ребятки, что я хочу сказать. Игра прикольная, на самом деле очень занимательная, мне понравилась. Напишите в комментариях, что вы думаете. Но мне кажется, что стоит игру добавить в виш-лист, и буду за ней следить, когда она выйдет. Мне прям, да, вкатило, вкатило. Всё прикольно. И музычка здесь такая довольно приятненькая, и графика, и всё остальное работает хорошо. И цепочки вот эти производства мы и обожаем. Я вообще люблю игры, где есть всякие кучи цепочек производства. Это прям интересно. Ну и огромное вам спасибо, что посмотрели видео до самого конца. Естественно, лайк, подписочка, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. И особенно демо-версии по фестивалю Играм Быть. Желаю всё самое замечательное. С вами был Ракслер. Всем пока.